Ну все, вышла я в сад. У нас просто поле одуванчиков. Из-за погоды говорила вам, что мы не могли никак обработать, к сожалению, газон. Сегодня на 5 был дождь. Надеюсь, что просохнет до завтра, проветрится газон. Вроде завтра солнышко, сейчас тоже погода наладилась, и мы сможем погасить. И вот через 3-4 дня уже сможем обработать средства. Нам советовали средства Деймос от сорняков на газоне. Но, к сожалению, уже, видите, не успели, одуванчики проросли. Просто какое-то одуванчиковое поле. И, конечно, может быть так и красиво, но все это вытесняет нормальный газон, газонную траву. Еще в планах нужно обработать розы, полить их. Тоже еще руки не дошли, но вот, возможно, на выходных получится у нас. Там яблоньки цветут. Честно, не знаю, что будет плодоносить в этом году. Будет ли вишня, будут ли яблоки, потому что заморозки стояли, мне кажется, у нас даже больше недели. И посмотрите, даже как заморозки прихватили у нас самшиты. Мы же их как раз-таки подрезали. Прямо, может быть, дней за 5, может быть, за неделю до холодов. Я его сейчас не помню. Вот видите, сейчас тоже все это нужно будет выстригать. Вот так их тоже прихватило. Жалко, конечно. И вот что стало с гортензиями. Видите, тоже. Я думаю, что цветов-то точно не будет. Если выше, вот и то хорошо. Ну, потому что есть нормальные веточки. Посмотрим. И вон там тоже, видите. Тоже все прихватило. Так вот. Так, ну а у меня в планах сейчас вскопать вот эти две грядки. Здесь посажу зелень. Пока все в сорняках. Нужно все равно это все сейчас будет вытернуть, вскопать и подготовить для посадки. Ну и все цветочки, как я вам говорила, стоят на крыльце. Мне кажется, из-за миокулькус прихватило тоже. У тебя здесь было тепло. Не знаю, что с ними. Видите, такое случилось. Может быть, отойдет. В общем, вот цветы здесь. И вот прихватило. Петунью тоже. Эти все хорошо стоят. Ну, в общем, то, что вот погибло, буду менять. Куплю новое. Жалко, конечно. Это прям было хорошее. Вот, ну что ж. Найдем до садового центра. Купим новые кустики. На выходных тоже, я думаю, будем все уже доставать. И сейчас буду приводить в порядок террасу. Как вот скопаю. Потому что сразу вам покажу. После ветров. Просто какие-то ураганные ветра у нас были. Все, видите, как попадало. А на выходные уже передают хорошую погоду. Поэтому хочется подготовить террасу к выходным. Чтоб здесь все было чистенько. Аккуратно. В общем, сейчас все тоже буду приводить в порядок. И покажу вам с этой стороны. Посмотрите. Даже шторы упали. Все разлетелось. Налетели сухие ветки. Поэтому, ну, буду подметать. Буду все это возвращать на места. Да Лешу дождусь, чтобы он приехал. Как-то так. Но, слава богу, что ничего не побилось. В общем, сейчас быстренько все это мы приведем с вами в порядок. Девочки, сейчас хочу поделиться с вами укладкой. Которая меня выручает просто последнее время. Просто мою голову. Вытираю полотенцем. И дальше вот у меня волос пористый. Такой немного вьющийся. Я руками вот так вот сжимаю волосы. И получается такая легкая волна. Фиксирую все солевым спреем. Единственное только, когда волосы, знаете, процентов на 80 уже сухие. То есть они влажны только внутри. И чтобы был какой-то объем, я уже их досушиваю феном. Кстати, у моих девчонок появился новый фен. Мы взяли Life & Swift. Сейчас вам покажу. Специально оставила упаковку. Посмотрите, какая она красивая, стильная, лаконичная. И вообще, да, и себя порадовать, и на подарок очень-очень здорово. У меня две дочки. Ну и, конечно, нам одного фена на всех не хватает. И хотелось мне своим девочкам взять какую-то стильную, красивую модель. Но при этом, которая будет бережно относиться к волосам. Будет их не пересушивать и быстро сушить. Вот, например, у Софии у меня длинные, густые волосы. И этот фен высушивает их буквально, ну, я не знаю, минут за пять. Покажу вам поближе цвет, чтобы вы просто увидели, какая это конфетка. Все продумано. Посмотрите, шнурок удобно стягивается, удобно хранить, компактно. Вот, видите? В комплекте тут две насадки. Вот такая стандартная. Еще вот такая. Ну и сразу хочу сказать, что он легкий, мощный, компактный. В общем, и детям в том числе пользоваться им комфортно, легко, удобно. Ну, очень простое управление. Включаем, выставляем мощность. И есть режим циркуляции горячего, холодного воздуха. Ну, и сразу же хочу сказать, что очень низкий уровень шума. Ну, вот и все. В принципе, просушила я волосы. И посмотрите, нет никакой пушистости. Мы пользуемся большим удовольствием. Ссылочку на этот фен я оставлю для вас в описании к видео. Переходите, заказывайте себе, деткам. В качестве подарка действительно классный, стильный, функциональный бьюти-гаджет. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Цена, качество, доступность, приятная упаковка, хорошо отстирывает и выполаскивается. Приятный аромат от белья после стирки. А еще его хватает надолго по сравнению с порошком. Вот что я выделила для себя. Сейчас отправляю в стирку как раз цветное белье. Это будет до, а вот и после. Белье чистое, с приятным ароматом. И никаких разводов. А еще она такая мягкая. Лично мне очень понравилась. Приобрести геля ЛАМ можно на Озон. Тем более у меня есть промокод ГУРЬЯНОВ24 на скидку. Отличная возможность, выгодно познакомиться с новым средством для стирки. А если вы уже им пользуетесь, отличная возможность сэкономить. Ссылку и промокод на скидку оставляю в описании к видео. Первый раз вообще такой у нас. Ну вот погода была просто как никогда. Что все в песке. Я вот сейчас пришла, стряхивала песок с текстиля. Вот посмотрите, просто все в песке сняла скатерть. Сейчас буду все это вытирать на сухо. Обычно, знаете, просто пыльца. Ну вот пыльца летит с деревьев. Такое все желтое. Если вот не пользуемся, допустим, террасой там несколько дней, а тут прям реально все в песке. Сейчас буду еще влажной тряпочкой проходиться. Все это сметать. Основное смело просто так стряхнула. Сейчас еще тряпочкой и по текстилю пройдусь и по столу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас буду протирать комод, все, что здесь находится. Но так как это такой уличный DimaTorzok, естественно, я там не протираю это, я не знаю, через день. Вот после, конечно, урагана, который у нас был, то все в песке, в пыли. Поэтому прохожусь и тщательно вытираю все тряпочкой. А вообще уже в планах, конечно же, активно пользоваться террасой. Очень хочется, чтобы становилось тепло. Я, кстати, столько красоты прикупила для террасы и посуду специально, чтобы она здесь у меня хранилась. В следующем видео обязательно-обязательно вам все расскажу. И посмотрите просто, какой здесь хаос. Вот такого у нас вообще никогда не было, чтобы штора упала. То есть, ну, порывы действительно были очень-очень сильные. И так, чтобы просто даже вот вазы попадали. Я вот не припомню, чтобы так было. Настолько все плохо. Ну, всегда бывает все в первый раз. И, видимо, вот в этой части, из-за того, что висели шторы, песка практически нет. Ну, вот налетели какие-то веточки, листочки. Ну, то есть, я вот прям легко, просто так же при помощи влажной тряпочки все смахнула. И вот песка здесь не было. Что уже радует. Не нужно будет все это перестирывать. Просто прошлась влажная тряпочка, освежила. И все хорошо, прилично выглядит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и на полу, конечно же, веточки, листочки, пыль. Поэтому я взяла швабру, не метелку, чтобы не поднимать пылью, чтобы текстиль, опять же, не пылить, да. Весь декор не пылить. Кстати, вернула на место самиокульку. Здесь он прям как-то даже поживее, позеленее смотрится. Надеюсь, что он отойдет. Не думаю, что там могло прихватить, потому что у нас все остекленое, вроде бы тепло на крыльце. Ну, посмотрим. Надеюсь, оживет. В общем, взяла такую швабру, она не пылит, и можно собрать весь сорт, который был на полу. А помою я уже пол завтра. Вот завтра, когда будем поле-то стирать, когда, может быть, завтрак, накрою, может быть, пообедаем. Мы посмотрим по погоде, как будет. И завтра уже помою пол. Музыка Попросила Лешу помочь вернуть на место. Это штору, которая упала. Тут надо, потому что стремянку приносить. Вот сейчас он мне все закрепит. И как раз-таки приведем этот уголок в порядок. Ну, мне останется, что только здесь немножко подмести, расставить мебель по своим местам, и все будет в порядке. Музыка 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 Машулька. Чуть-чуть не хватило мне времени, чтобы все доделать, довести начатое до конца, но пока у нее еще приличное настроение. Обычно она просыпается в хорошем настроении, если полноценно поспала сон. Можно прибраться, можно закончить начатое. Я хочу здесь смести пыль, ссор. И вот где у нас стол, тоже там смести пыль, ссор. Но, повторюсь, как бы швабра не пылит, поэтому можно и там тоже навести порядок. Продолжение следует... Продолжение следует... С делами я сейчас заканчиваю и поедем с девочками уже на фигурные катания. У них тренировка, потом заберем их и если будет хорошая погода, то я думаю погуляем. Погуляем, хорошая погода, там как раз есть детская площадка, но девчонки немножко побегают. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просили еще делиться моментами из повседневной жизни, вот мы сейчас потихоньку едем, стоим в пробке, едем с Машулькой за девчатами. Продолжение следует... Да, мама, 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 Маша, а как киска говорит? Мяу-мяу-мяу, а как осёл говорит? Забрала я девочек. Маш, ты от солнышка всё не закрылась. В общем, забрала я девочек с игурного катания, решили немножко погулять на детской площадке. Вот так. После тренировки. А мы сидим, да, Маша? Глядим. Коляску забыла взять. Такую лёгкую, чтобы тут её погадать. Поэтому на ручках сколько... Маша не устанет, столько погуляем. Маша не устанет, сколько погуляем. Это всё всё. Продолжение следует...